Традиционный джазовый парад в этом году сменил локацию. Музыканты прошли маршем от здания морского вокзала к Южному молу. Там на площадке LifeSide публика собралась задолго до начала концерта. В Сочи живет, в Сочи прекрасная погода и мы очень надеемся на то, что, во-первых, будет много людей, многие люди услышат музыку абсолютно бесплатно и в Сочи парке, и здесь, и посмотрят на концерты мастеров джаза, и начинающих, и студентов, и различных стилей. Послушать джаз-бэн Дикси Лэнд, американско-российский квартет Левиновского и Горбелашвили, специального гостя фестиваля московского трубача Вадима Эйлин Крига, собрались несколько сотен сочинцев и гостей курорта. Их и Игоря Бутмана, который солировал на саксофоне, публика приветствовала бурными аплодисментами. Каждый год послушать лучших джазовых исполнителей приходит и глава курорта Анатолий Пахомов. Он искренне рад тому, что в Сочи всегда насыщенная концертная программа, а в летний период курорт особо богат на события. Хочу сказать, что город Сочи на самом деле наряду с тем, что он является летней столицей, наряду с тем, что он является спортивной столицей мира, наряду с тем, что он является и олимпийской столицей, мы еще стали и столицей культурной, или можно сказать, фестивальной гаванью нашей страны. Послушать мировые хиты останавливались и случайные прохожие. Сочинка Ирина Кочеткова говорит, решила просто прогуляться по набережной, попала на концерт. Хорошо, что здесь устраивают все эти мероприятия. Людям, конечно, кроме моря надо еще что-то для души. Здорово. Я очень люблю джаз и мне все нравится. Среди зрителей, разумеется, немалые фанаты джазовой музыки. На сочинские фестивали они приехали специально. Вот и сибиряки Никита Пахаруков и Евгений Грибачев не могли пропустить выступление своего кумира. Андрад Хервик будет играть, тромбонист. Я ради него сюда приехал послушать. Нам очень здесь нравится и мы будем, я думаю, еще приезжать сюда. Услышать живую музыку, пропитанную оптимизмом и самой жизнью, в этот день смогли и посетители Сочи парка. На одной сцене встретились как профессионалы, так и начинающие артисты. Группа «Доктор джаз» из Иркутска, рязанский коллектив «Филинс», а также «Ростов колледж бэнд» и «Адам Тирацуян». Зажигательные джазовые ритмы не оставили равнодушными даже тех, кто отдает предпочтение другим музыкальным направлениям. В Петербурге было тем летом на джаз-фестивале. Там очень было народу много, всякие джаз-сполнительные выступали. Я вообще не очень люблю джаз, но вот такие фестивали мне очень нравятся. Праздник джаза продлится в Сочи все выходные. Концерты будут проходить на разных площадках курорта на Южномалу Морпорта, в Сочи парке, Зимнем театре и концертном зале фестивальной. Завершится акваджаз большим галоконцертом, посвященным вековому юбилею Фрэнка Синатры. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ.